Бог дал возможность нам что-то иметь, это нужно признать, потому что то, что мы имеем, ну вот если бы Бог не приложил к этому руку, мы бы не имели. Библия говорит о том, что Бог заботится о своем народе, Он заботится о своей церкви, и Он благословляет детей Божьих, слава Иисусу. Но в церкви есть одна из форм поклонения или почтения Господу. Библия говорит нам о том, что чти Господа от имения своего. То есть мы можем чтить Господа, не только благодарить Его, не только прославлять Его, но и мы можем чтить Господа от нашего имения. И я верю то, что одно из важных действий церкви, то есть то, чем церковь должна заниматься, и то, что она должна исполнять. Это две вещи. Первое, она должна помогать бедным. И второе, церковь должна распространять Божье Царство. Она должна проповедовать Евангелие, посылать миссионеров, поддерживать их работу и делать все возможное, чтобы Слово Божье, оно распространялось по земле, как Слово Божье говорит, до края земли. Это две основные вещи, которыми церковь должна заниматься. И я верю, что в церкви есть имущество. Посмотрите, у нас в церкви есть имущество. Правда? Это имущество, которое мы имеем, автобус и детская площадка, и этот прекрасный дом, и благотворительная столовая, и многое-многое, это все принадлежит церкви. Это не чья-то частная собственность. Ну, она может быть оформлена, да? Но это не частная собственность. Она не принадлежит ни пасторам, ни служителям, ни лидерам. Это принадлежит все церкви. И основная задача, функция церкви, это помогать бедным и распространять Божье Царство. Да благословит нас Господь. И поэтому мы даем возможность людям чтить Господа от Его имения. И те средства, которые приходят пожертвования. Вот сегодня нам на реабилитационный центр кто-то пожертвовал пять матрасов таких, знаете, больших. И это слава Иисусу, потому что сестры в реабилитационном центре будут спать на таких матрасах, которых даже у некоторых из нас нет. Такие ортопедические матрасы. Слава Иисусу! Поэтому мы должны это понять, мы должны это осознавать. Когда мы чтим Господа от нашего имения, мы имеем какие-то средства, мы приносим их пред лицо Господа. Они должны расходоваться в церкви на помощь бедным и распространение Божьего Царства. Да благословит нас Господь. А сейчас я хочу сказать, напомнить нам, есть три вещи, как мы можем чтить Господа. Первое, это десятина. Библия говорит, чти Господа от имения своего. Всякая десятина. А из всего того, что Бог дает тебе, она принадлежит Господу. Это говорит нам Ветхий Завет. И сам Христос повторяет, он говорит, что мы не должны это оставлять. Десятая часть. Дорогой друг, брат и сестра, из всего того, что Бог дает тебе, это не твое. Это принадлежит Господу. Библия говорит, что человек может обкрадывать Бога. И люди задают вопрос, в чем мы обкрадываем Бога. И пророк Малахия говорит, десятиной и приношением. Поэтому я, как пастор, еще раз напоминаю, не обкрадывайте Бога, не воруйте у Него. То, что Бог вам дал, ваше девяносто принадлежит вам. И вы можете распорядиться ими, как хотите. Но десятая часть, она принадлежит Господу. Аминь. Второе. Есть приношение. Ну, когда у тебя есть избыток, Бог тебя благословил. И приношение, это когда вот ты сердце свое, тебе хочется что-то сделать, тебе хочется благословить, тебе хочется принести. Вот это приношение. Это приношение, оно не должно принуждать нас, оно не должно. Это я делаю, потому что я хочу. И третья вещь. Это пожертвование. Пожертвование, оно происходит от слова жертва. То есть, когда я вдруг чувствую острую нужду, и я жертвую, иногда это то, что у меня, возможно, последнее в кармане. И Писание учит нас об этом, оно говорит нам о том. И Христос отдал, показал нам пример. Он пожертвовал своей жизнью. Чтобы мы могли иметь спасение. Поэтому пусть Господь благословит всех нас. Я всего лишь напоминаю нам, что мы можем чтить Господа от нашего имения. Библия также говорит, что это должно происходить непринужденно, но это должно быть доброохотно. Ибо доброохотно дающего любит Бог. И если вы чувствуете некое принуждение, не стоит этого делать. И мы в церкви стараемся редко об этом говорить. И не принуждаем никого. Это личный выбор каждого из вас. Это принятие решения ваше. Вы можете петь Господу, приносить Богу жертву, уст, хвалы, а можете и нет. Это ваша жизнь. И здесь точно так же. Доброохотно дающего любит Бог. Братья и сестры, благословит нас Господь. Давайте мы будем чтить Господа от нашего имения. Аминь.